Приветствую вас всех! Рада то, что вы сегодня подключились и вместе с нами готовы прокачивать новые знания, потому что мы сегодня проводим очередной тренинг Академии Арифлейм. Отлично слышно, видно, супер, спасибо вам за обратную связь. Давайте будем сегодня все активными, потому что у нас как раз-таки сегодня тема активация, как поднять активность, как поддерживать активность в своей команде. Так давайте же и сегодня мы будем проявлять эту активность и будем получать новую информацию, впитывать ее, берите свои блокноты, ручки, записывайте максимально, потому что сегодня у нас новый обновленный тренинг. Активирую, мотивирую свою команду «Модуль 2» в Академии Арифлейм. Я думаю, вы все готовы. Готовы? Напишите, пожалуйста, в чате, с каких регионов вы сегодня собрались и на каком уровне вы сейчас находитесь, потому что важно знать аудиторию, которой мы сегодня будем проводить тренинг. Талды Корган, приветствую, Павлодара, Алматы, Караганда, Алматы, Автобе, Семей, Шымкент. Отлично, какие вы активные. Уральс, добрый день, Айнура. Алматы готовы, Кибастус, Алматы, супер. Караганда, отлично. Вижу, все-все подключились. 12% Ахмарал, отлично. Менеджеры с нами, лидеры с нами. Талды Корган, да, пишите свои звания. Нет, процентные уровни. Астана, Караганда, Шымкент, Нурсултан, директора Динара Махамбедова. Отлично, 6%. Классно. Это тренинг, на самом деле, для всех. Приглашайте всех, кто еще не успел подключиться. Вижу, у нас 99 подключений. Это классно, это радует. Но я знаю, что вы можете больше, поэтому зовите максимально всех. Будет очень интересная информация. Будем как раз-таки прокачивать один из наших важных показателей – поддержка активности. Вы знаете, что у нас в системе успешного бизнеса есть три основных составляющих. Это рекрутинг, поддержка активности и развитие лидерства. И сегодня мы будем уделять большое внимание именно активности. Вы помните, в понедельник мы вам провели два тренинга на поддержку рекрутинга, как рекрутировать, какие методы есть у нас в рекрутинге. Я надеюсь, все их начали уже использовать. А сегодня мы как раз-таки пройдемся по всем методам повышения активности. «Активируй свое сообщество» называется наш тренинг «Академия лидерства». Модуль 2, который вы сегодня будете проходить. Записывайте себе, потому что нам по максимуму нужно пройти все эти тренинги и, конечно же, внедрить эти тренинги в свои команды. Прокачивайте эти тренинги у себя в структурах. Включите их в свои календари и обязательно проводите для своей команды. Я представлюсь. Меня зовут Асия Батербалинова. Кто меня еще не знает, я являюсь региональным менеджером компании «Арифлейм». Ну что, начали? Давайте начнем. И, конечно же, вы знаете, да, я уже говорила то, что для того, чтобы продвигать свой бизнес компании «Арифлейм», необходимо продавать, необходимо рекрутировать, активировать и развивать свои команды. И сегодня мы остановимся более подробно именно по активации своих персональных групп, своей команды. А вы знаете, что именно, когда вы приглашаете людей присоединиться, то есть когда вы рекрутируете, да, и когда вы поддерживаете активность своей команды, да, партнеров брендов, которые уже в вашем сообществе, то есть в вашем баке, да, в вашей базе активных консультантов, если вы поддерживаете два этих основных составляющих вместе, совместно, то тогда ваш бизнес всегда будет расти, и вы будете всегда развиваться быстрее, вы будете получать больше дохода, вы будете закрывать новые звания, да, вы будете путешествовать. И сегодня я вам покажу на примерах, как вы можете совмещать эти два основных показателя и как расти быстрее. И давайте сравним наш бизнес, да, с мотором, да, так сказать, с нашим автомобилем, да, где мы давим на газ, и насколько мы давим на газ, это как раз-таки от этого зависит темп нашего движения, темп нашего развития. И сейчас мы будем говорить про активность, именно про активность вашего бака, вашей персональной группы. Давайте посмотрим, допустим, да, если вы активируете свою команду на 50%, да, то есть вы не совсем быстро, да, но все же вы активируете команду, вы работаете со своей командой. На что это влияет? Это, конечно же, будет такой небольшой поддержкой тех партнеров, которых вы пригласили, и ваш рост, он будет не таким активным, да. Но если вы будете поддерживать свою активность от 50% до 70%, то здесь ваша активность, она увеличится, и, соответственно, ваша команда будет больше размещать товарооборот, да, и ваш товарооборот будет расти, то есть размещать свои заказы, и ваш товарооборот будет расти. Но мы как компания, вы знаете, что мы предлагаем поддерживать свою активность свыше 70%. Если вы будете поддерживать активность свыше 70%, то тогда вы будете в движении, вы будете расти еще быстрее, Ваши команды будут более активными, и, соответственно, вам необходимо всегда придерживаться того предела, который мы вам предлагаем, свыше 70%. Давайте вы напишите мне в чате обычно, какой уровень процента вы поддерживаете в своей активности. От 0 до 50, с 50 до 70 или от 70 и выше. Напишите, пожалуйста, в чате, ведь это очень важно. Давайте пишем более активно, насколько вы жмете на газ, насколько уровень вашей активности как раз-таки влияет на ваш товароборот. Отлично, Тохжан, от 70% и выше. Супер. И главное, это поддерживать постоянно, чтобы наш темп роста никогда не сбавлялся, и мы всегда росли и шли только вперед. Мирике подсоединилась. Хайрлокон Мирике. Давайте записываем все, впитываем всю информацию. Отлично. Ну, давайте тогда идем далее. Вы пока пишите, на каком уровне вы обычно поддерживаете свою активность. И знали вы об этом, что необходимо поддерживать свыше 70%. Об этом я уже говорила. Поддержка уровня активности 70%. Каждый период каталога увеличит ваши возможности для роста. То есть это нужно поддерживать не только один каталог или два, да, для того, чтобы квалифицироваться в Боровое и так далее, да, или там получить какие-то подарки по лидерской программе. Нет, это необходимо поддерживать каждый каталог систематически, да. Вы знаете, что это один из главных элементов системы успешного бизнеса. Почему система, мы говорим, значит ежедневно, значит каждый день, да. И каждый каталог. Ну что, давайте посмотрим на примерах, да, как уровень активности влияет на вашу персональную группу, да. Этот процент людей в вашей персональной группе, да, разместивших баловые заказы в текущем периоде каталога. Допустим, у вас есть 10 партнеров, которые разместили заказы, которые имеются в вашем баке, да. И из них, допустим, только, из них 77 человек, да, разместили заказ. И это как раз-таки составляет 70%, и вы выполняете уровень активности. То есть, если вы, ваши партнеры разместят заказ, 7 партнеров разместят заказ, да, и активируют свои номера, то тогда вы будете именно в том темпе, который мы предлагаем. Давайте посмотрим примеры, да. Вот здесь на примере мы смотрим, да, предыдущий каталог, первый каталог. И здесь у нас есть 10 партнеров, которые разместили заказ на 100 бонус-баллов. И у нас идет 100% активность, и наш товароборот составляет 1000 бонус-баллов. Допустим, у нас теперь следующий каталог, второй каталог, да, и получается, из этих 10 партнеров, которые были в первом каталоге, из них только трое разместили заказ, да, это составляет 300 бонус-баллов. И вы пригласили, то есть нам же нужно и активировать, и рекрутировать, да, а здесь получается активность, убусили этот момент, да, и здесь у нас получается только 3 партнера активировались. И 8 партнеров вы пригласили новичков, да, зарекрутировали, и они разместили свой заказ на 100 бонус-баллов. И получается, это 800 бонус-баллов от рекрута и 300 бонус-баллов от, получается, ваших активных партнеров. И ваш товароборот составляет в 1100 бонус-баллов, и, соответственно, ваш прирост только на 100 бонус-баллов. Здесь прирост небольшой. Давайте посмотрим следующий пример. Когда мы поддерживаем активность свыше 70%, вот такой же пример. В первом каталоге все 10 партнеров разместили заказ на 100 бонус-баллов и процент активности на 100%, да, и во втором каталоге из этих 10, 7 разместили заказ на 100 бонус-баллов, это 700 бонус-баллов. И вы также пригласили 8 партнеров, то есть зарекрутировали, да, и они разместили свой заказ на 100 бонус-баллов. И получается, здесь ваш товароборот составляет 1500 бонус-баллов, и вы растете быстрее, то есть у вас рост на, ваш прирост составляет на 500 бонус-баллов. Как лучше, как вы думаете, лучше поддерживать активность или все-таки не стоит этого делать, да? Здесь на примере это ярко выражено, показано, да, если вы будете поддерживать и активность, и рекрутировать, то тогда вы будете расти быстрее. Приглашая тоже количество новичков, да, 8 партнеров, вы растете на, получается, 3-4 раза, да, быстрее, в зависимости от уровня активности. И давайте же покажу вам на примере. Давайте познакомимся с двумя нашими прекрасными дамами, да, это у нас София и Анна. Здесь у нас, получается, София и Анна, они равнозначно очень активные, очень позитивные, и они равнозначно работают на повышение, да, то есть они поработают и развивают свой бизнес. Но здесь есть отличие в том, что у нас София поддерживает свой уровень активности на 65%, но она рекрутирует, у нее большой, как бы сказать, фокус больше на рекрутинг, она больше занимается рекрутингом, да, и у нее, мы видим, уход из бака – это на 14%. А если, допустим, у нас есть Анна, которая размещает, то есть она работает и активностью, и рекрутингом, то есть у нее уровень активности свыше 70% и рекрутирование – 15%, то есть она поддерживает два показателя, и у нее уход из бака всего 11%. Давайте посмотрим же на этих же примерах, да, как наши дамы растут, кто быстрее, да, и как это влияет на ваш товароборот. И смотрите, следующий пример – это наша София. Вот она весь год держала свой уровень активности на 60%, всего лишь-то на 5% ниже, чем Анна, да, и здесь мы видим рост нашей Софии. В принципе, неплохо, да, у нее она выросла на 75%, да, в принципе, растет, так как она поддерживает все-таки, ну, как-то так на 65% свою активность, но больше она делает усилия на рекрутинг, да, и мы видим, что рост ее составляет на 75%. Давайте посмотрим на Анну, как же она у нас выросла. Через год Анна выросла на 218%, вы только представьте, всего 5%, да, увеличение активности, да, то есть у нас Анна держит активность свыше 70%, также рекрутирует, да, и Анна у нас растет намного быстрее, то есть в два раза быстрее Анна у нас растет, потому что она поддерживает и рекрутинг, и активность. Ну что, вы кем хотите быть, Анной или Софией? Напишите мне в чате. Да, Анна растет вдвое быстрее, сосредоточившись как на рекрутинге, так и на поддержке активности. Ей удается вырастить две 22% группы, претендовать на звание золотого директора и квалифицироваться на золотую конференцию. Классно? Ну что, вы теперь понимаете, да, насколько важно поддерживать и активность, и рекрутинг? Ну что, давайте поздравим Анну, мы также хотим поздравлять вас с такими новыми достижениями, поэтому обязательно придерживайтесь и активность, и рекрутинг. Хотите растить еще быстрее? Как удвоить скорость вашего роста и увеличивая активность? Давайте рассмотрим, какие же есть у нас инструменты для поддержки данных показателей. У нас есть несколько различных инструментов, да, по ним мы сегодня пройдемся по каждому более подробно. Это, конечно же, календарь активностей с первого дня, это вовлечение в активацию своей команды, это запуск каталога, это работа с неактивными, это поддержка и отслеживание ваших новичков, которые проходят по стартовой программе, это прохождение новичков по программе, по онлайн-платформе «Шаги к успеху», и, конечно же, обучение своей команды и своего сообщества, и сегментированная информация до каждого своего партнера. Ну что, вы готовы записывать инструменты все, которые помогут вам расти так же, как и Анне? Давайте начнем тогда с календаря активности. Это самый лучший инструмент для того, чтобы ваша активность всегда была в росте, да, чтобы вы всегда росли со своей командой, необходимо создать календарь активности уже до начала каталога. То есть вам нужно заранее составить этот календарь на все три недели. Давайте посмотрим также на примере, да, наша София, она не занимается составлением календаря, да, то есть она оставляет все на последний момент, то есть на последнюю неделю каталога, то есть на третью неделю. И у нас София сосредоточена больше на рекрутинге, да, то есть она рекрутирует, но в то же время она все это оставляет на последний момент, и у нее всегда стресс, она всегда перегружена, она всегда все не успевает, и у нее команда также стрессует последнюю неделю каталога. не только команда, также ее клиенты получают определенный стресс на третьей неделе. У кого также ставим минус и переходим на опыт нашей Анны, потому что Анна, она занимается как раз таки и составляет календарь активности. У нее есть на каждую неделю свои активности, то есть первую неделю у нее запуск каталога, обращение к неактивным и к новичкам, вторую неделю она прокачивает свою команду тренингами и коммуникациями, и третью неделю она обращается к своим неактивным новичкам, тренингам и отслеживает весь свой бак для того, чтобы каждый смог выполнить свой план. То есть у Анны все равномерно распределено, и у нее нет стрессов, у нее все систематически настроено, и она растет более быстрее и без никаких стрессов, то есть нам необходимо научиться как раз таки этому. Давайте посмотрим, как же необходимо создавать свой цикл каталога, как его упорядочить. В первую очередь нам необходимо спланировать и внедрить в календарь активности. Вторую очередь нам необходимо начать работать над достижением высокого уровня активности, начиная с первого дня каталога. То есть первый день каталога вы размещаете свой личный заказ, и, конечно же, ваши ключевые бизнес-партнеры тоже должны разместить свой личный заказ, и, конечно же, уже работать с неактивными партнерами, со своими новичками, которым необходимо позвонить. И у нас для этого есть система поддержки активности, вы знаете, о которой мы постоянно говорим, обязательно ее используйте. Четвертое – никогда не оставляйте работу над активностью на последние дни каталога, потому что это будет выглядеть, как будто бы вы хотите закрыть, хотите закрыть свой план, да, и вот вы начали всем звонить, и вы начали всех активировать. Даже ваши клиенты, ваши партнеры, они будут получать стресс, потому что им нужно быстро-быстро за два дня разместить свои заказы, да, а уже продуктов таких, которые они хотят приобрести, нету, да, и тут опять-таки негатив, да, и тут складывается не совсем хорошее впечатление о вас, то, что вы оставили все на последний день. Поэтому давайте будем все вносить в календарь и работать более систематически. И, конечно же, работайте над улучшениями, поддержанием уровня активности на протяжении всего каталога. Не надо все оставлять на последний день. Я думаю, никто не хочет стрессовать, да, и каждый хочет, чтобы у него бизнес развивался именно по-шведски, да, более интенсивно, более результативно, и, конечно же, ежедневно вкладывая маленькие задачи, да, маленькую работу, да, лучше делать это медленно, но зато вы будете это делать эффективно. Это как, допустим, тренироваться, да, ходить тренироваться в тренажерный зал. Допустим, вы пошли в тренажерный зал, да, и вам нужно срочно похудеть, да, вы пошли в тренажерный зал, вы же не похудеете за последнюю, там, неделю, за неделю, да, вам осталось до Нового года, там, допустим, неделя, и вы начали тренироваться, чтобы влезть в свое платье, да, и вы не сможете за неделю скинуть, или это будет для вас какой-то определенный стресс, да, для вашего организма будет стресс, да, и вы, конечно же, повредите своему здоровью, да. А если вы будете систематически ежедневно тренироваться и работать над этим весь год, то, конечно же, вы придете в свою форму. Так и здесь в бизнесе обязательно необходимо ежедневно выполнять определенные действия. Давайте посмотрим, зачем же нам календарь активности и что необходимо учитывать при составлении календаря. Конечно же, необходимо, зачем, да, в вашей ключевой команде важно знать, что у вас есть четкая система работы на весь период каталога, чтобы они могли понимать, когда им заходить на определенные тренинги, да, когда им рекрутировать, когда им заниматься обзвоном, кому звонить, да. Вот это все вам необходимо как раз-таки распределить. И календарь поможет вам эффективно управлять своим временем. То есть у вас не будет такое, да, так, что бы мне сегодня сделать, да, и нужно и звонить, и рекрутировать вроде, но, блин, у меня нету настроения. Сегодня я не буду делать, буду делать завтра, ничего страшного, день-день, да. И как бы у вас задача не поставлена, да, эта задача не привязана никакому календарю, никакой команде, да, то есть вы ни перед кем не обязаны, потому что вы не сказали всем, что у вас будет обучение и так далее, да. И вы, в принципе, можете это переложить на второй, на следующий день, да. А тут вы, когда уже внесли в календарь, и ваша команда вся знает, что нужно делать именно в это время, то тогда уж здесь никак не отверстишься, никуда не уйдешь, нужно выполнять. И это поможет вовлечь вашу команду в проведение активности, да. То есть вы не одна будете работать, а будет работать ваша вся команда. Представьте, да, я новичок, под который пришел вашу команду, да, и я даже не знаю, чем мне заниматься, да, если у вас нет календаря активности, да. То есть я не знаю, когда у вас будет тренинг, я не знаю, когда мне рекрутировать, я не знаю, когда мне звонить, да. А у вас есть календарь, да, и вы мне его даете, и я смотрю на этот календарь и думаю, блин, какая же классная команда, какой классный у меня спонсор, когда я знаю, когда и в какое время, что мне делать, да. И это как раз-таки очень важно для ваших новичков и для всей команды. Ваша команда будет проще дублицировать ваши действия, да, то есть вы будете знать конкретно, у кого какая задача, да, об этом мы поговорим позже. Важно учитывать также при составлении календаря, конечно же, даты открытия и закрытия каталога, тренинги, мероприятия от компании, потому что каждый ваш партнер также должен участвовать в наших тренингах. Вы знаете, что у нас тоже есть календарь активности от компании, да, мы его всегда вам в начале каталога отправляем, и вы можете как раз-таки это внедрить в свою структуру, да, все наши тренинги первые внести, а потом уже подстроить свои тренинги, свое время, да, на определенные часы, когда ваши тренинги не, как сказать, не пересекаются с нашими тренингами от компании. Вы знаете, что у нас в одно и то же время идут акценты каталога, в одно и то же время у нас идут интервью на волне успеха, в одно и то же время у нас идет час успеха, да, и вы, в принципе, уже должны знать, когда у нас проходят тренинги, в принципе, мы их никогда не меняем, они у нас практически всегда в одно и то же время. Также и вам нужно наладить свой календарь активности. Запуск новых продуктов вам необходимо внедрить, да, и учесть это. Текущие предложения и программы нашей компании, да, какие идут, да, и чтобы ваш каждый партнер успел их выполнить. Текущие квалификации, которые у нас сейчас идут, это Голд Экспресс, это Жми на Максимум, да, это выходные и праздничные дни, да. Обязательно нужно учесть эти все моменты и приступать к составлению календаря. Здесь на календаре вы видите, вот примерно так он выглядит, видите, он делен по неделям и по каждому дню, да, вы видите, что мы уже поставили здесь, да, встреча бизнес-планирование, да, это проходит на первой неделе каталога во вторник, да, и на второй неделе каталога мы проводим, допустим, вы проводите со своей командой встречу по бизнес-планированию, чтобы понять, да, и запустить, какие необходимо знать квалификации, программы, да, и на второй неделе уже отследить выполнение данных квалификаций программ. И, конечно же, вы вносите рекрутинг, да, рекрутинговые мероприятия. Мы здесь поставили на четверг и на субботу. Вы можете распределить так, как вам это удобно. Конечно же, вы также ставите, когда у вас будут какие тренинги, когда у вас будет запуск кампании. Также вы можете поставить, когда вы будете отслеживать своих новичков, когда вы будете проводить свои инфочаты и так далее, да, когда вы будете проводить свои эфиры. Но вы это уже по своему усмотрению, встретившись со своей командой, с ключевой, да, составляет такой календарь активности. У кого есть календарь активности, напишите, пожалуйста, в чате, кто уже использует данный метод в своей структуре. Я знаю, что есть такие лидеры, которые используют, и они как раз-таки мы видим, что они у нас растут, да, и вся их команда вовлечена в эту работу. Здесь такое упражнение небольшое вам, да, как домашнее задание, да, вам необходимо собраться со своей командой, да, что нужно добавить в календарь активности и составить календарь активности на следующий каталог, да, запуск кампании. Но если у вас нету на этот каталог, вы можете составить его на оставшиеся дни и потом уже на следующий каталог обязательно тоже. Голоса нету, меня не слышно? Как связь? Давайте проверим еще раз связь, как меня слышно, видно, непрерывисто ли, все нормально, да, хорошо, потому что я переживаю, у меня тоже интернетом немного последние дни зависает, поэтому вы мне пишите, если что. Так, запуск кампании нового каталога, ну, это вам как домашнее задание, заскриньте и обязательно выполните со своей командой. Так, у кого есть календарь активности? Давайте подведем итоги, да, я не видела, чтобы кто-то писал, что есть календарь активности. Получается, ни у кого нету? Так, нету, нету вижу. Так, у большинства нету, да, график активности есть на каталог неделя дня. Отлично, Динара, молодец, я вижу. Вот этот лидер Динара как раз-таки растет, она открыла звание золотого директора, да, она уже идет на открытие звания старшего золотого директора. Видите, как повлияет календарь активности на рост структуры? Как раз-таки Динару я знаю, и она у нас активная везде, во всех чатах все успевает, и у нее никогда не бывает стресса такого прям. Я знаю, что именно это, надеюсь, повлияло на это, да, Лена, молодец, Лена, да, наш топ-лидер Лена Туганова, конечно, всегда имеет свой календарь активности и обучает свою команду делать это на ежедневной основе. Отлично, спасибо, Динара. У кого нету, берем на вооружение, да, и обязательно внедряем в свою команду этот классный инструмент. Так, давайте переходить в следующий, да, следующий инструмент для повышения активности – это вовлечение, активацию в своей команде, чтобы вы работали не одна, а чтобы вы работали вместе с командой, потому что вместе лучше. Как быть лидером, да, каким лидером вы хотели бы быть, да, для этого нужно показать пример, конечно же, и смотивировать свою команду, чтобы они вместе с вами работали. Также на примере, да, наших прекрасных дам Софии и Анны, да, вы видите, что у нас София, она всегда уставшаяся, уставшая, да, потому что она всегда все старается делать сама, слишком много работает и постоянно стрессит, много чего забывает, да, потому что самой одной сложно все это выполнить, потому что она все взяла на себя и не делегирует работы и всегда находится в таком состоянии, да. А у нас есть Анна, которая является командным игроком, она вовлекает свою команду в определенные работы, да, и делегирует им эту работу, и она всегда в хорошем настроении, она всегда все успевает, и мы видели, какой у нее классный результат, да. Вот, поэтому обязательно работайте вместе с командой. Важность делегирования обязанностей – это пробуждает чувство ответственности у каждого вашего партнера. готовит к дальнейшему росту, да, то есть ваши партнеры уже научатся тоже проводить определенные вебинары, делать звонки, да, рекрутировать, и это все, если вы будете делегировать свою команду. Кто делегирует, кто уже работает этим инструментом, кто работает самостоятельно, кто делегирует, напишите, пожалуйста, в чате. И мы, конечно же, делегирование, оно помогает сообществу ваших единомышленников, да, показать, да, насколько ваша команда надежная, да, насколько вы можете друг друга поддержать, и это формирует командный дух, да, и все это дает, конечно же, продвижение. Если вы хотите делать несколько мелких вещей, правильно, делайте их сами. А если вы хотите совершать великие дела и оказывать большое влияние, научитесь делегировать полномочия. Джон Максвелл, да, это такое классное изречение, которое, я думаю, как раз-таки помогает вам понять, насколько это важно. И какими обязанностями необходимо поделиться со своей командой? Это запуски каталога, да, разработка шаблонов, приглашения или рассылка номинаций. Я думаю, в принципе, это может сделать каждый ваш, даже новичок, да, проведение части презентации или демонстрации продукта, рассказать, какой он результат получил от применения определенного продукта, записать видеоролик или выступить об этом, да, и управление чатом, да, дежурство в чате, там хотя бы писать «доброе утро», да, поддерживать какие-то моменты, да, добавлять в чат новых людей и обращение к неактивным партнерам, да, создать шаблоны сообщения для неактивных, да, обмен отзывами о продуктах. Я думаю, каждый это может сделать. Продвижение подарков, да, в виде предложения активности. Это коммуникация с группами, то есть ответы на вопросы в чате, да, административные какие-либо задачи, такие как добавление-удаление участников, да, отслеживание членов группы. Все это, конечно, вы можете распределить по своим ключевым партнерам и не обязательно это делать все самой. Как делиться обязанностями, да, в первую очередь вы делаете сами, а ваш новичок, он наблюдает за вами. То есть здесь важно показать, первое, изначально пример, да, как это правильно делать. Второе, мы делаем все это вместе, то есть я и новичок, да, мы делаем все это вместе, сообща, работаем, проводим все это вместе, и как раз-таки здесь он уже практикует определенные свои навыки. И третье, то есть ваш новичок делает, да, а вы как спонсор наблюдаете за ним, как он это проводит, как он проводит свой эфир, да, как он делится новинками каталога, да, или какую полномочию вы ему передали. И здесь как раз-таки после этого эфира желательно дать ему обратную связь, насколько качественно он провел, да, где похвалить его, да, обязательно, где он классно рассказал, какие фишки он хорошо подметил. И, конечно же, дать обратную связь, конструктивную критику именно по тем моментам, где ему необходимо расти, что ему необходимо еще изучить, да, и тогда ваши новички всегда будут расти. Это очень важно, дать обратную связь своему партнеру, чтобы он также понял, что он сделал хорошо, а что ему необходимо переделывать или улучшать. И такое упражнение тоже, домашнее задание, да, давайте делитесь идеями, запишите три разных примера задач, которыми вы можете поделиться с членами своей команды. Вы даже можете здесь в чате сейчас написать, да, какие вы задачи делегируете своим командам, да, и чтобы каждый, возможно, кто-то для себя тоже что-то получит. Если вы работаете уже делегированием, то обязательно поделитесь с нами, что именно вы делегируете. Как раз у нас, вот, пишут, что ли я, что делегирует, да, старает вызвать ответственность, да, все верно. Кто еще делегирует? Кто еще делегирует определенные задачи своей команде? Поздравляшки сделать, планерку провести, отлично, Динара, все верно, да, обязательно можете проделегировать эту задачу. Очень хорошая задача. И давайте тогда переходить к следующему, да, это запуск каталога. Как создать запуск каталога? Как создать эту встречу, да, для чего нужно использовать именно запуски каталога? Это, конечно же, анонс новых инициатив Арифлейн, да, это возможность продемонстрировать, какие у нас есть новые продукты по линейкам на бэдж, да, в этом каталоге. Есть новая линейка про Ситиклс и по уходу за кожей, да, и, конечно же, наши продукты Wellness, новинки каталога. Также необходимо на этой встрече вдохновлять мотивационными историями, да, заряжать энергией, да, рассказывать о наших квалификациях, мероприятиях, которые у нас есть, которые дадут им заряд и мотивацию. И, конечно же, праздновать новые достижения, новые уровни, обязательно отметить каждого, да, и подготовиться к тренингам, к мероприятиям и к активностям на весь каталог. И давайте посмотрим, что включает в себя запуск каталога. Это, конечно же, демонстрация продуктов, да, данного каталога текущего. Это продуктовый бизнес истории, я думаю, каждый имеет такие истории, которыми может поделиться. И как раз-таки это вы можете проделегировать своим партнерам. Это честование новых званий, да, это истории успеха, которые каждый может поделиться, кто закрыл новое звание, да, чтобы вдохновить других своих партнеров. И новинки и предложения текущего каталога, да, кто имеет битюбоксы, они как раз-таки могут поделиться, да, что им уже пришло показать, да, рассказать, какие у них ощущения по новинкам. Также программы поддержки, которые у нас есть всегда практически, рекрутинговая компания, это программа «Жми на максимум», да, вот эти различные акции, которые у нас есть в каталоге. Об этом во всем вы можете говорить. И, конечно же, текущие квалификации, которые у нас идут. Это Gold Express, «Жми на максимум», да, куда вы можете квалифицировать как можно больше своих партнеров. И запуск каталога, важно, подготовка, конечно же, до того, как вы будете проводить запуск каталога, вам нужно определиться с местом и временем, то есть где вы его будете проводить, онлайн-формате или оффлайн-формате вы будете его проводить, определиться с этим местом, подготовить данное место, данную платформу, да, выбрать. Это будет Zoom-платформа или Proof.me, или это будут, возможно, другие платформы, которые вы используете, да. Согласовать тему, повестку дня, да, и цели распределить, да, разделить обязанности по своим членам команды, да, кто что будет проводить, кто какой блог будет брать на себя, да. Не все само проводить, а вот именно распределить обязанности по своим ключевым партнерам. И создать шаблон приглашения, да, и отправить этот шаблон приглашения как можно большему количеству людей, чтобы больше людей подключились. И, конечно же, проконтролировать тот момент, чтобы каждый ваш партнер пригласил как минимум там по 10, по 5 новичков и, конечно же, тех своих партнеров, которые у него есть в организации, да. Это очень важно, чтобы не было так, что один человек пригласил практически всех там, да, а некоторые там по одному только пригласили. Важно, чтобы каждый партнер пригласил равное количество своих партнеров и чтобы вы провели качественно этот запуск каталога. И приглашайте людей, получайте подтверждение, конечно же, необходимо узнать, придут ли они или нет, или подключатся или нет, да. И, конечно же, необходимо посещать такие мероприятия. Обязательно подготовьтесь к мероприятию, да, и будьте на позитиве, и проводите такие презентации, интерактивы, да, определенные вы можете включить, чтобы вашим приглашенным людям было интересно слушать данную встречу, да. И, конечно же, завершить, да, данную встречу и узнать обратную связь, что конкретно ваши партнеры получили из этой встречи. И, конечно же, контактировать уже с каждым после того, как вы провели данную запуск каталога. Уже к каждому индивидуально выйти, тем приглашенным, которые подключились, и узнать, что им понравилось, что они дальше готовы сделать. Даже если вам новичок или еще кто-то отказался, да, допустим, или вышел, то вы можете как раз-таки проконтактировать с ними индивидуально и узнать, что он для себя решил после этой встречи. Потому что все-таки индивидуально тоже необходимо работать. И давайте будем переходить. Ну, я думаю, все проводят, да, запуски каталога. Напишите, пожалуйста, в чате, кто проводит запуски каталога со своей командой, своей организацией. Напишите, пожалуйста, в чате. Давайте будем активными. Пишем, пишем. Жду вашу обратную реакцию. Мне интересно, насколько вы меня слушаете, насколько вам интересно. Пишем, кто проводит. Добрый день, только, видимо, подключается Индира, да, Алия. Пишите, кто проводит запуски каталога в своей команде именно со своими ключевыми бизнес-партнерами. Не только сам, да? Оксана проводит. Отлично. Спасибо всем за обратную связь. Проводите ли вы запуск в чате и в эфире, делает Динара. Отлично. Кто еще проводит запуски каталога? Пишем, пишем. Так, вижу Рузеля. Парад успеха. И сразу говорим о всех акциях и программах. Отлично. Асель Рахимжан, наш лидер, проводит. Отлично. Айнура, надеюсь, вы тоже вместе, да, участвуете. НКР всегда проводит в чате. Так, конечно, проводит Айнура вместе со своим спонсором. Отлично. Лидер проводит. Жанара говорит, Жанар, вы участвуете вместе со своим лидером? Принимаете участие в каком-нибудь блоке? Мы с командой обязательно. Город, акции, программы. Отлично, Алия. Ага, Селя пишет, что Айнура всегда рядом. Отлично. Классно, то, что вы проводите это со своими командами. Это очень важно. Да, Жанара пишет каждый раз. Ахмарал всегда с нами пишет. Гульпат. Отлично. Я вижу, что вы это делаете. Да, те, кто еще это не внедрил в свою команду, да, обязательно используйте и проводите. Если вы не участвуете вместе со своим спонсором, да, на таких запусков каталога, то проявите инициативу. Скажите, я тоже хочу провести определенный блок, да, я тоже хочу участвовать в командной работе, я тоже командный игрок, я тоже хочу расти вместе с вами, быть в этом сообществе единства духа и страсти, да, и обязательно проявите инициативу. Если вы проявите инициативу, я думаю, каждый ваш лидер будет рад этому. Каждый лидер будет рад, если партнеры будут проявлять инициативу. Не сидите как мышка, не ждите, когда вам лидер скажет, да, давай сделай это, проведи там эфир, да, и будет подталкивать тебя сами. Проявляйте инициативу, да, и идите вперед, потому что инициатива, она всегда дает возможность расти. Она дает возможность пойти напротив к своему страху, да, возможность страшно проводить, да, но если вы хотите расти, то вам необходимо это делать. В любом случае вы придете к этому, да, и лучше сейчас научиться, да, пока у вас есть поддержка спонсора, лучше сейчас научиться этому и уже работать в этой системе, чтобы быть всегда подкованным, да, быть всегда прокачанным, да, уже вы сможете получить обратную связь от своего спонсора, да, что вы классно сделали, что вам нужно улучшать и расти. Всегда необходимо расти, не стоять на месте. Ну что, идем дальше тогда, да, мы будем говорить о следующей системе, это работа с неактивными партнерами. Кто уже начал работу с неактивными партнерами, пишем, да, и что необходимо делать, работа с неактивными, как мы ее проводим. Конечно же, мы используем личный звонок или сообщение для поддержки активности, да. Сделайте сообщение личным, да, индивидуальным, каждому своему неактивному партнеру, да, позвоните ему, расскажите про все акции, поговорите с ним, узнайте, как у него дела, да. Личный звонок, он всегда более эффективный, чем когда вы отправляете что-то в группу, да, возможно, они не заметили, возможно, они вообще не заходят уже в чат, если он неактивный, то и в чат, скорее всего, он уже не заходит. Поэтому лучше позвоните ему, да, узнайте, как у него дела, почему он неактивен, что случилось, и уже после этого вы можете как раз-таки предложить определенную активацию, да. И взгляните на предыдущие заказы данного партнера, что он заказывал, какие продукты он уже использовал, да, и составьте определенную корзину из этих продуктов, да, посмотрите, какие есть скидки, акции на эти продукты, чтобы вы могли уже быть подготовленными и предложить ему их, да, и продвигайте эти акции активности, которые у нас есть в текущем каталоге. Обращение к неактивному партнеру. Здесь есть такой небольшой скрипт, да, который вы можете использовать, да, для того, чтобы связаться с вашим неактивным партнером. Можете его заскринить, но презентацию мы вам все равно отправим, и вы можете такие же презентации проводить у себя в структурах обязательно необходимым. Вот еще одно обращение к неактивным клиентам, то есть здесь к неактивному партнеру бренда, да, а здесь неактивному клиенту, который у вас есть, и вы можете это себе записать. Вижу, что Торжан пишет, что она обращается к неактивным партнерам в личку, разговариваем, отлично, супер, молодцы, Торжан. И вы знаете, что у нас в системе поддержки активности есть тоже система, где мы распределили, что вам необходимо на первой неделе звонить неактивным 1 и 2 каталога, а уже на этой неделе, на второй неделе необходимо звонить неактивным 3 каталога. Я думаю и надеюсь, что вы это уже все начали делать. И если вы это еще не используете в своей структуре, если вы первый раз слышите, что такое новая система сопровождения, обязательно узнайте у своего спонсора, что это за система и что необходимо делать. Там как раз-таки идет именно поддержка неактивной. Будьте в курсе того, что происходит в вашем сообществе. Если партнер не размещает заказ 3 каталогных периода подряд, то он уже не будет входить в вашу базу активных консультантов. И обязательно предотвратите это, позвоните ему и расскажите, чтобы он активировался и входил все-таки в вашу базу и всегда был с вами. И такое упражнение вы можете его также выполнить дома, со своей структурой можете выполнить. Тут использование бизнес-приложения или мобильного предложения. Найдите в своем сообществе 5 неактивных 2 каталога партнеров и отправьте им сообщение, побуждающее их рекомендовать и покупать продукты из текущего каталога. Примеры вы можете использовать запуск на ВЭЧ, продукты и предложения серии ББО, wellness-подписка, подарок на акции, активности или то, что вы обычно отправляете. И давайте переходить тогда к следующему сегменту. Давайте вы мне еще раз ответите после этого блока. Скажите мне, пожалуйста, кто еще работает с неактивными? Я только увидела от Торжан. Надеюсь, не только Торжан это делает. Пишите в чате, кто уже начал работать с неактивными, какая у вас ведется работа по ним. Вы делаете рассылки или вы делаете личный звонок. Отлично. Жанара, вижу. Жанара, молодец. Гульфат. Видимо, звоните, да? Так, Рузеля, мы запустили акцию активности. Супер. Звонок. Гульфат пишет. Отлично. Алина работает. Розыгрыши. Делаем рассылку. Обзвон обязательно. Аркес. Отлично. Звонит. Оксана. Лаура. Звонок. Отлично. Я рада то, что вы работаете с неактивными и уже начали звонить каждому индивидуально. Супер. Правильно. Делайте звонки. Потом, вы помните, мы вам проводили зум-коворкинги. Вы также можете со своей командой встречаться, да? И проводить зум-коворкинги вместе, совместно звонить со всей командой, да? Чтобы у каждого была энергия и чтобы они чувствовали ваш командный дух, да? Каждый день пишут, говорит, Гульфат. Отлично. Давайте, пишите, звоните и обязательно активируйте каждого своего неактивного партнера в этом каталоге, чтобы расти еще быстрее. И следующий блок, ой, следующий инструмент для повышения активности – это стартовая программа. Для стартовой программы у нас, конечно же, для новичков. Я хотела бы узнать, как вы продвигаете данную стартовую программу, насколько она эффективна, сколько партнеров у вас проходят все четыре шага. Пишите в чате, да? Потому что вы знаете, что нашим новичкам, да, важно как раз-таки показать эту выгоду, да, насколько выгодна для него стартовая программа, что она дает, да, что он может приобрести не только такие классные продукты, да, а еще научиться работать, да, в эти четыре шага. Проходя эти четыре шага, он учится систематически делать свой заказ на 100 бонсбала, собирать его, размещать, да, и это как раз-таки помогает новичку делать определенные задачи уже ежекаталожно и расти. То есть это четыре шага при поддержке вашего новичка. Отлично, да, продукты очень классные, на самом деле, они все помогают, да, здесь. Так, шаг два, еще и помада. Нет, это просто презентация, это не та стартовая программа, которая есть у нас, это просто презентация, вы не берите этого внимания, просто здесь указаны эти шаги. Помады нет у нас, к сожалению, сейчас. Так, четвертый шаг, очень было приятно. Жанара получила, видимо, все четыре шага, да, отлично. Ну что, тогда идем далее, да, расскажу вам про движение стартовой программы, это, конечно же, где вы можете рассказывать об этом. Это ваши рекрутинговые мероприятия, да, когда вы рекрутируете, это запуски каталога вы можете рассказывать о нашей стартовой программе, да, это посты в ваших социальных сетях, это групповые чаты, вы можете там информировать о ней, да, рекрутирование новичков, да, и личные сообщения, напоминания каждому вашему стартеру, что он, что ему необходимо пройти стартовую программу, что у него еще есть столько-то времени, допустим, да, чтобы успеть туда вступить. Здесь у нас, к сожалению, не работает анимация, поэтому не смогу показать вам, но я вам скину презентацию, где вы можете посмотреть отслеживание участников стартовой программы в приложении. Вот, ну, давайте тогда перейдем в следующий блок. Это у нас блок по онлайн-платформе «Шаги к успеху». Вы все знаете то, что у нас в этом году обновилась эта платформа, и у нас есть 16 шагов к успеху на сайте. Кто прошел уже эти 16 шагов, и кто использует для своей команды эти «Шаги к успеху». Да, приложение очень удобно. Также у нас есть на сайте очень много классной информации. Кто прошел? Оксана говорит, используем. Отлично. Вы можете использовать эту онлайн-платформу также для активации ваших новичков, да, чтобы он прошел по этим ссылкам и посмотрел все видеоролики, которые записывали наши топ-лидеры, да. Они старались максимально, чтобы каждый ваш партнер мог пройти качественное сопровождение, и каждый, чтобы ваш новичок остался вместе с компанией «Арифлейм», да, и развивался вместе с вами. Рузеля прошла только 9 шагов. Проходите далее, Рузеля. Я думаю, будет дальше еще больше, интереснее. Обязательно все. Как вам вообще, Рузеля? Пишите обратную связь. Я все прошла, и всем советую. Кристина, отлично, да. Включите вашу систему сопровождения, да, онлайн-шаги наши, и обязательно будьте в тренде, да, так скажем, потому что это наше новшество, которое всем необходимо пройти и включать в свое сопровождение. Как помочь вашему новому партнеру? В первую очередь вы даете ему инструмент наш, да, шаги к успеху, вы отправляете ему ссылочку, чтобы он прошел их. Потом следуйте по шагам инструкциям программы для вас, как и для спонсора или менеджера, то есть отслеживайте, да, прошел ли он это или нет, да, уже узнаете обратную связь, следите за прогрессом нового партнера бренда, да, узнаете, как у него дела, как у него идут обучения, все ли ему понятно, да, и отмечайте достижения своего нового партнера. Если он, допустим, проходит по стартовой программе, обязательно поздравьте ему в этом, потому что это его первое достижение. И шаги к успеху, они также очень удобны, да, вы погружаясь, ваш партнер в эту систему, да, он здесь может получить абсолютно все необходимое для своей работы узнать. И давайте перейдем в следующий блок, это обучение своего сообщества. В чем же важность обучения своего сообщества? Потому что здесь у нас как раз таки важно, чтобы ваши партнеры всегда росли, развивались, необходимо проводить обводные тренинги для своих партнеров, да, делайте их ежедневно, еженедельно, да, вы знаете, что у нас на сайте также есть курсы и леонинг, которые может пройти каждый ваш партнер, и внедрите в вашу систему прохождения всех этих шагов, шагов по нашей Академии Арифлейн, да, вот они как раз таки здесь есть, это первый, второй шаг Академии Арифлейн, и обязательно их на постоянной основе проводите для своих команд. Мы эти тренинги тоже для вас уже читали, и если вы не видели или не были на этом тренинге, обязательно посмотрите записи на YouTube-канале, они у нас есть, презентации мы также скидывали в InfoHub, можете перейти, скачать там, и обязательно также проводите эти тренинги для своих партнеров. Сайт, на нашем сайте вы можете найти, где в раздел обучения можете перейти, и там есть курсы леонинг, где вы можете их пройти и, конечно же, порекомендовать каждому своему партнеру. Так, как пройти наши шаги, да, вы можете, да, пройти на наш сайт, также есть в разделе избранные, да, онлайн шаги, или вы когда заходите даже на сайт, он, кажется, всплывает. Так, вы можете их легко найти. Также у нас есть в InfoHub и ссылки на них. Подписывайтесь на наш InfoHub-канал в Телеграме, там у нас есть абсолютно вся информация. Для того, чтобы обучать свое сообщество, да, ознакомьтесь с тремя шагами водных, да, я о котором вам говорила, да, это убедитесь, что вы сами принимали участие в них, если нет, то просмотрите обязательно шаг 1, 2, 3, и возьмите эти материалы и обязательно прокачайте в своих структурах. Включайте тренинги в свой календарь активности обязательно и проводите каждый каталог. Они очень классные, информативные тренинги, новые, обновленные. И делегируйте обязанности, когда проводите тренинги в своем сообществе, да, допустим, согласуйте расписание с разными тренерами, да, из вашей команды, чтобы увеличить чистоту занятий, да, чтобы, допустим, понедельник проводит Анна, во вторник света, там, да, среду Никита и так далее, чтобы каждый принимал участие. И когда человек обучает, он сам понимает лучше, даже можно сказать, когда он вникает, да, и когда он начинает обучать кого-то, то он сам лучше начинает понимать эту информацию. Поэтому обязательно делегируйте эти полномочия. И мы подошли к самому завершающему нашему инструменту для повышения активности – это сила коммуникации, да. Здесь важно понимать, как вы передаете сообщения, да, в ваших чатах. Напишите, пожалуйста, мне, как вы передаете сообщения. У вас есть отдельные чаты или у вас один чат, и вы все отправляете всю информацию, все туда. Напишите, пожалуйста, в чате, как вы коммуницируете информацию. Которую передает вам компания. Вы все делаете просто переслать-переслать, или вы все-таки ее сегментируете. Какие чаты у вас есть? Напишите, пожалуйста. Потому что передача правильного сообщения нужному человеку в нужное время – это как раз-таки больше увеличивает открытие данного чата. Это не перегружает, да, чат, да. И в одном чате у вас не столько много информации, да, которую не знаешь, вот за что браться, да. А вам нужно его как раз-таки сегментировать. Кто знает, у кого есть сегментация по чатам? Чаты и в личку, да, если эфир важный, Дима пишет. А какие чаты? Есть отдельные чаты сегментации там, допустим? Не хочу вам говорить, хочу узнать, какие у вас есть. Обучение потребителей. Отлично, Алия. Чат обучения и копилка в Телеграм. Отлично, Алия. Супер, то, что у вас есть чат обучения. Так, я всегда пропускаю через себя, комментирую, разъясняю аудио. Отдельные чаты есть для менеджеров, к примеру. Отлично, бота. Супер. Все верно. Перед тем, как переслать, нужно посмотреть, что вы передаете. Возможно, эта информация вообще не для ваших менеджеров, да, не для ваших партнеров, да, которые там на уровне там 15, 6%, 3%, да. Поэтому нужно сперва посмотреть самому, конечно. Это очень важно. Давайте посмотрим преимущества сегментации, да. Это стимулирует активность рекрутирования и продажи с помощью индивидуального контента, да. Вы делитесь интересным контентом, который отвечает потребностям людям, да. То есть они как раз-таки это им необходимо. Вы экономите свое время и их время. Это дублицируемое решение, да. Вы также лучше организованы, то есть у вас все по полочкам. Вы знаете, кому что отправлять, а не так, что все в один чат, да. И вы взаимодействуете со своим сообществом более сегментированно, да. И здесь у нас хочу вам задать вопрос, да, кому, что и зачем, да. Сейчас как раз-таки мы будем разбирать. Сегментация вашего сообщества, да, разделите свое сообщество на группы в зависимости от интересов людей или их уровня или звания. Научите вашу команду делать то же самое. Создавайте сегментированные группы в социальных сетях и мессенджерах, таких как Телеграм, WhatsApp, да, Viber, какие вам удобны. И планируйте коммуникацию к каждой группе так, чтобы она была действительно ценной и получателю было интересно ее открыть и прочитать, да. Важно предоставить именно ту информацию и поддержку, которая будет наиболее эффективна для этой группы, именно для этого сегмента. Так, я вижу, вы что-то пишете. Бота пишет. Я всегда... А, это я читала, да, Кристина? Да, я всегда перерабатываю информацию, потому что потом пишу и записываю голосовые, чтобы было понятно первокласснику. Супер, Кристина, молодцы. Рада то, что у нас сегодня такая классная аудитория, подкованные, да, работающие. Супер. Вот смотрите, какая сегментация у вас должна быть. Это пять сегментаций. Это новички отдельно. Это партнеры-потребители ваши, да, которые используют только продукт. Да, это ваши продавцы. Это спонсоры и члены ключевой команды, и менеджеры. И сейчас мы по отдельности пройдемся, что им отправлять. Да, новичкам. Что мы отправляем новичкам, да, кто такой новичок? Это партнер бренда, который недавно присоединился в вашу команду и проходит стартовую программу, да, или шаги к успеху. Что мы ему передаем, да, это как разместить заказ на 100 бонус-паллах и воспользоваться преимущество стартовой программы, обзоры продуктов и истории. Это акцент на продукт легенда, да, и поддержка и ответы на вопросы. Зачем это делать? Это, конечно же, приветствовать и поддерживать своих новичков, да, а также с ними выявлять их таланты, да, вы можете с ними находить новых людей, да, смотреть, кто более заинтересован, да, и здесь увидите, насколько каждый новичок у вас более информирован, да, и насколько новичок ваш более активен в этом чате. Я вам презентацию скину в инфохаб, можете там взять. Вот, и в чаты наши региональные тоже отправим. Партнеры-потребители, да, здесь вот смотрите, кто такой партнеры-потребители? Это те, которые заинтересованы только в продукте и для личного и семейного пользования. Что вы туда отправляете? Это, конечно же, основные акценты текущего каталога, наши акции, да, это могут быть обзоры продуктов, которые вы записываете самостоятельно или которые от компании приходят, да, акции на определенные продукты, это могут быть фотографии до и после результата определенного ваша, да, и все это туда отправляете. Приглашение на какие-нибудь, да, на бьюти-встречи, да, или встречи по wellness, да, то есть вы это можете все отправлять туда. И зачем? Это для повышения, конечно же, лояльности ваших потребителей, да, и обучения членов вашей группы продвижения преимуществом продуктов, да, чтобы они знали больше о данном продукте. И это следующий сегмент – это продавцы, да, это те, кто продают, да, ваши товары, которые рекомендуют, да, которые больше хотят заработать деньги именно от продаж, да, вы им направляете, какие у вас у нас есть новинки, да, какие есть интересные предложения, на которых они могут заработать, где есть какие скидки, да, и какие могут они получить от этого выгоду, да. И, конечно же, это будет давать им возможность информировать эту группу, да, о самых важных продвижениях, да, где они могут увеличить ваш товарооборот с посредством данных, получается, продаж. Вот. И следующий сегмент – это у нас спонсоры и члены ключевой команды. Ну, здесь, конечно же, у вас те партнеры, которые более активно привлечены именно на построение бизнеса, которые вместе с вами хотят расти по плану успеха, рекрутировать, да, и сюда вы уже отправляете вдохновляющие истории, да, о росте по плану успеха, да, это обучение, как рекрутировать и как расти данные, это, возможно, тренинги плана успеха, да, график тренингов, да, это честование новых результатов, и здесь как раз-таки поддержка и сопровождение ваших партнеров происходит, чтобы здесь вы могли, да, поощрить каждого бренда своего партнера, да, и научить их лучше рекрутировать, лучше работать, да, чтобы они могли расти по плану успеха и получить свой быстрый результат, да, и достичь своих целей и желаний, вот. И менеджеры – это те, кто идет на пути к открытию нового звания директора, да, который работает именно над этим, а что же мы им отправляем, мотивирующие истории также, наши программы, которые есть, да, менеджерские, которые помогут ему также вырасти, да, какие есть условия данных программ, да, которые помогут ему расти еще быстрее, да, также здесь даете мотивацию, да, и эту группу максимально показывает, прокачиваете, показываете свои доходы и показываете, как по плану успеха они могут расти быстрее. Вот, и вот такие, получается, у нас, у кого есть такие сегментированные чаты, поставьте плюсики, если кто-то услышал это впервые или кто-то вспомнил, что это есть такое и будет уже использовать, ставьте галочки, да, смотрю, вопросы есть у нас здесь, бота пишет, а, я на презентацию ответила, новичкам отдельно еще отправляю инфо, чтобы не пропустили с инфочата, отлично. Ага, да, упорядочено все, и вы уже будете знать, кому что отправлять и отдельно сегментировать с каждым своим партнером, да, чтобы не было бардак, да, потому что, допустим, если я потребитель, и у меня там, допустим, абсолютно все, и всякие рекрутинговые там штучки, да, и там, получается, всякие условия, я запуталась, я уже не знаю, что мне нужно, хотя я просто потребитель, да, мне нужно просто знать о продукте, а я сижу в этом чате и как бы даже не вижу информацию, которая ушла наверх о продукте, да, допустим, я захожу в этот чат только один раз в день, да, и вечером, когда открываю, там 100 сообщений, и, в принципе, что я делаю, я открываю и закрываю его, да, и, то есть, я не вижу, что там происходит. А когда у вас сегментировано все, да, по каждому сегменту отдельно идет информация, то тогда классно, я думаю, тогда можно посмотреть, там не так много будет сообщений, в принципе, да, и можно все просмотреть, и будет интересно каждому вашему участнику данной группы, будет интересно читать этот чат, и он будет, скорее всего, активен, и у вас продуктивность повысится. И продаж, и поддержки своих новичков, и поддержки своих ключевых бизнес-партнеров, да, и, конечно же, ваших менеджеров, которые растут сейчас. Поэтому обязательно сегментируйте, да, публикуйте необходимое достаточно количество контента, и не перегружайте свои каналы связи, чтобы ваши партнеры знали, где и что взять, и где что увидеть, да. И это как раз-таки даст возможность показать свой профессионализм, показать, насколько вы относитесь внимательно к каждому своему партнеру. А как потребителя побудить стать партнерами, ему смс как посылать? Ну, это уже индивидуально, если, допустим, ваш партнер скажет, допустим, при обзвоне, да, или если ему станет интересным, по-любому они все наблюдают за вашим инстаграмом, да, и если они увидят, там, допустим, как растут ваши партнеры, да, и если они увидят эти достижения, все равно они смотрят за вашими сторисами, да, статусами в WhatsApp, да, и вот это все как раз-таки даст им возможность написать вам в личку, если человек захочет этого. А если нет, вот тогда зачем его тревожить, да, с лишней информацией. Так. Проводите свои конкурсы и активности, да, вот я знаю, что здесь вы писали в чате, что у кого-то есть свои конкурсы уже, да, и вовлекайте максимальное количество людей, да, выберите определенные задачи в соответствии с уровнями, навыками, да, в каждом чате свои конкурсы, да, если это потребительский чат, там, свой конкурс, если это для ваших ключевых партнеров, там, другой конкурс, да, это чтобы они были простые для понимания, да, определенное время поставьте, да, 3-14 дней, да, чтобы они могли успеть выполнить условия. Конечно же, наградите их, да, подарите что-нибудь, обязательно похвалите и промотивируйте. Я думаю, каждому сегменту можно провести определенные конкурсы, да, как и потребителю, как и вашим продавцам, да, и как раз-таки это будет более качественно, нежели вы отправите одну акцию на каждых, на всех, да. Вот. Ну, в принципе, мы прошли по всем инструментам нашей, нашего, нашего, наших инструментов по поддержке активности. Давайте вы оцените каждый, каждый себя, да, давайте сделаем тут такой, как сказать, подведем итоги. Давайте вы поставите себе оценку от 1 до 3, какие вы активности используете. Давайте начнем с первого, да, календарь активности с первого дня. Кто его использует? Ставим себе оценку. 1, да, значит, совсем, но там не использую. 2, значит, ну, иногда использую, иногда нет. И 3, то есть вообще не использую, всегда использую. Ставим себе оценку в календаре активности. Кто использует? 1, 2 или 3? Если 3, значит, хорошо, всегда использую. Если 2, то иногда, а если 1, вообще не использую. Так, вижу оценки. Давайте подведем итоги. Кто как меня слушал? Оксана, отлично, тройка. Бота, двойка. Ага, Лаура, однерка, значит, использовать будем, надеюсь, да? Угу, давайте подведем итоги. Супер. Быстро-быстро все пишем. Все три. Отлично. Давайте тогда поставим на второе, да, допустим, вовлечение в активацию своей команды. Да, насколько ваша команда активно участвует с вами вместе. Тоже ставим оценку с 1 до 3. Так, теперь мне непонятно, за что выставить, да? Два, Леа. Три. Три. Отлично. Отлично. С командой вместе работаем. Гульфат одна, видимо, работает. Давайте, Гульфат, подключайте в свою команду. Не важно, на каком вы уровне находитесь. Даже если вы являетесь менеджером, вы уже можете повлекать своих всех партнеров, которые у вас есть, да? Вы все равно кого-то пригласили. Я вижу ваши оценки, ставьте пока. Я знаю, что у каждого есть определенные… даже если один-два человека у вас есть, вы тоже их можете уже вовлекать в работу, да? Если даже вы являетесь менеджером 3, 6, 7, там, 12 процентов, да, то у вас все равно есть команда по-любому, да? И вы также с ней вместе можете работать и вовлекать их в эту работу. Отлично. Я вижу, да, у всех разные оценки. Радует то, что есть троек много. Давайте запуск каталога. Один, два или три. Запуск каталога. Оценки. Давайте, включайте все. У нас 81 участников смотрит еще эфир, но оценок мало пока. Ага, три, три. Ух, как классно. Давайте еще активнее. Два. Донара, отлично. Да, это главное – прочекать себя, да, и остальное, я думаю, вы проделайте сами, да, первые три мы поставили. Теперь вы обязательно возьмите этот чек-лист и посмотрите, насколько вы работаете именно со всеми этими инструментами для повышения активности. И помните то, что увеличивая свой рекрутинг и увеличивая активность, используя эти два инструмента, да, вы всегда будете расти. И вы всегда будете увеличивать ваш товарооборот и, конечно же, будете расти по плану успеха. Поэтому всегда приглашайте людей присоединиться в свою команду и активируйте каждого своего партнера бренда, который уже есть в вашем сообществе, да. Каждому прикоснитесь и расскажите о тех акциях, которые у нас есть. И через год вы будете расти как можно быстрее, как наша Анна, да, в примере, да. Если вы хотите расти как Анна, то тогда вам нужно придерживать по процент активности свыше 70%. Вы заметили, даже если вы будете ниже придерживаться, даже если у вас будет 65, да, то тогда вы будете расти не так интенсивно, нежели когда вы держите свой процент активности свыше 70%. И это даже всегда заметно, когда мы смотрим и анализируем определенных лидеров, да, и мы смотрим, насколько часто выполняет лидер свои бизнес-показатели 15% рекрутирования и 70% активности свыше. Если из каталога в каталог он это выполняет, то сразу видно, что данный лидер начинает расти. А если вы один каталог выполнили, а один нет, то тогда, ну, соответственно, у вас и бизнес будет также расти. Да, только подняли, и тут опять спад идет. Поэтому мы также хотим вас поздравлять, как и Анну, на следующий год, да, чтобы ваш товароборот составлял намного больше, да, два раза, чтобы вы росли быстрее. Потому что у нас сейчас есть классные программы, предложения, да, вы можете удвоить свою скорость с программой Double Speed и закрывать намного быстрее все звания. Поэтому я вас благодарю за то, что вы были на данном тренинге. Я надеюсь, была вам максимально полезна, и вы получили те знания, за которыми вы пришли. Надеюсь, вы их обновили, услышали, записали себе. Напишите нам обратную связь в чатах, да, что конкретно вы для себя взяли, что конкретно вы уже будете использовать. Потому что нам всегда важна ваша обратная реакция, что вам дал этот час работы, да, и конкретно какие уже будете вносить нововведения в свою работу. Спасибо всем большое за то, что вы пишете ваши благодарности. Я тоже вас благодарю за то, что вы были со мной до конца. Желаю всем удачного каталога. Растите быстрее, в два раза быстрее. Будьте как Анна, дисциплинируйте свою команду, да, и растите равномерно и в два раза быстрее. Всем хорошего дня. Рекрутируем, активируем, растем. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 2021 год. Год новых возможностей с Reflame. Начни его с уникального предложения для менеджеров Reflame. Новая программа. 4 на 4 жми на максимум. Твой личный план роста. Бонус в каждом периоде. Достигни нового уровня менеджера. От 15% до старшего менеджера. И повтори свое достижение. Приглашай лично минимум трех квалифицированных рекрутов в каждом каталоге. Выполняй минимум 150 личных БВ в каждом каталоге. Получи бонус, соответствующий твоему максимальному новому достижению. Давай рассмотрим несколько примеров. Если твой максимальный уровень в истории на момент старта квалификации 9%, то твой план – это выход на уровень 15%. Повтори это достижение, а также выполни другие базовые условия и получи бонус в размере 40 тысяч тенге. А если растешь быстрее, то получаешь бонус за максимальное достижение. Расти весь год, и все 4 бонуса твои. И это еще не все. Получи бонусы минимум три раза. И приглашение на крутейшую тусовку в Турции в юбилейном 2022 году. Это огонь! Отметим юбилей вместе. Не нужно выбирать, деньги или путешествия. Возьми и то, и другое. Только в юбилейном году. Четыре бонуса и путешествия в одной программе. Возьми от жизни максимум. Расти, рекрутируй и размещай заказы круглый год. Получай бонусы и отправляйся в путешествия вместе с Арифлейм. Жми на максимум. Я люблю природу. Бег дает мне вдохновение. Это мой способ медитации. Я люблю бросать себе вызов. На работе или в жизни мне всегда важно пройти лишнюю милю. Меня зовут Сериль. И я работаю в отделе тестирования продуктов Арифлейм. Одно из наших отличий от других компаний в том, что мы думаем о формуле продукта как о едином целом. Мы не просто тестируем один отдельно взятый ингредиент. Мы тестируем весь продукт целиком. Все продукты из портфолио Арифлейм работают так, как мы обещаем. Это подтверждают наши исследования. Мы тщательно следим за тем, чтобы они проводились в соответствии с научными принципами. В Арифлейм мы проводим клинические тесты в разных частях света. Потому что кожа у людей везде разная, и у нее разные потребности. А значит, нам нужно быть уверенными, что наши продукты работают для каждого человека. Задача специалиста по продуктовым характеристикам – так рассказать о научных разработках, которые лежат в основе наших продуктов, чтобы это было понятно и доступно всем. Вот почему я всегда хотел присоединиться к Арифлейм. Мы хотим во всем пройти лишнюю милю, как для самих себя, так и для наших клиентов. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!